За прошедшую неделю в мире интернета произошло много интересного. Настало время со всем этим разобраться. Так? Так. Я вернулся, потому что больше не могу смотреть, как этот лысый миляш толкает наше шоу в пропасть. Из-за его добродушного и неконфликтного поведения просмотры падают, а количество дизлайков увеличивается. Я принял решение добавить конфликта в дружко-шоу, чтобы остановить это падение. И начну я с хейта своего самого главного врага. Ева. Ну что, добавим ненависти на ютуб. Залитнув ленту Инстаграма, я обнаружил там фото страниц, которые никогда не фоловил. Понять, в чем же дело, мне помог мой опыт. Это реклама. Но эта мысль заставила мой разум негодовать. Сеть, которая и так была создана для рекламы диет, масок для лица и часов, ввела еще и платную рекламу. Для такого хитрого хода, как внедрение рекламы в рекламу, им явно потребовались ребята из West Coast Customs. Я предлагаю вам средство борьбы с навязчивой рекламой в Инстаграме. Сидеть там с закрытыми глазами. Я опробовал этот способ. И знаете, он помогает. Это самый действенный метод борьбы не только с рекламой, но и с чувством зависти, желанием уехать в отпуск и собственными комплексами. И где смеяться? В Ютьюбе, чтобы поднять интерес к своей персоне, принято оскорблять других. Но скоро это может прекратиться. Ютуб опубликовал список правил, по которому некоторые ролики будут лишены монетизации или заблокированы. Внимательно изучив список, я с облегчением выдохнул. Мое шоу останется в безопасности. Но чувство беспокойства и ограниченность фантазии у других контентмейкеров не давало мне покоя. Ведь некоторые из них и вовсе могут остаться без своих заработных плат. Как типичный россиянин, я в первую очередь начал искать лазейки в законе и заметил зияющую сель возможностей. Используйте определенные слова, с помощью которых ваша позиция будет выглядеть расплывчато и ролик не будет заблокировано. Например. Никита Лол бездарность. Наверное. Эдвард Атева зашквар. Может быть. Николай Соболев хайпажор. В этом я не уверен. Дружко шоу «Шляпа». Перечитывая комментарии под предыдущими выпусками, я заметил, что многим моим зрителям кажется, что шоу напичкано рекламой. Хочу сказать этим людям. Вы не правы. В моих роликах бывает только одна реклама за выпуск. Чтобы искупить свою вину, в этом видео рекламы вообще не будет. Я просто посижу и позалипаю в монитор. Интересный сайт. Жалко, что зрители не могут услышать мои мысли и, воспользовавшись моими советами, перейти на портал Пикоде, на котором есть скидки на все, что можно купить в интернете. Что же я наделал? Зачем я дал это обещание? Они теперь не смогут себе позволить экономить миллионы денег благодаря бесплатным купонам и промокодам на скидки. Они не поймут, что на этом сайте есть закладка эксклюзивно на Пикоде. Ведь здесь находятся купоны, которые не найти нигде. Блин, Пикоде есть еще и в Украине, Беларуси и Казахстане. То есть получается, интернет-пользователи из всех этих стран не смогут экономить на покупках в интернете? И все это из-за меня? Нужно оставить хотя бы знак. Надеюсь, зрители заметят ссылку в описании и перейдут по ней на сайт. Моё шоу славится современными и технологичными новинками. Неудивительно, что и популярный формат «360» добрался и до нас. В Москве в Ледовом дворце прошел крупнейший турнир по «Доте-2 Эпицентр». Если на Ледовой арене сейчас проводится турнир по компьютерным играм, то не значит ли это, что в компьютерных клубах сейчас залили катки? Не уверен. Но это повод задуматься о том, что компьютерная игра стала заменять нам реальный спорт. Не это ли наносит дамаг нашему хоккею? Не потому ли наши дизаблеры лишь третьи на чемпионате мира по хоккею? И саппортов из НХЛ мы видим все меньше. Пора с этим покончить. Я предлагаю, чтобы в следующий раз, когда дотеры захотят гамать в Ледовом дворце, пусть сначала обыграют в хоккей нашу сборную. И тогда я уверен, на хоккейных аренах будет только хоккей, а турниры по «Доте» станут проводиться, например, на наших футбольных стадионах. Ливать неплохо. Уважаемые зрители, я хотел бы перед вами извиниться. Дело в том, что в 2003 году я играл в сериале «Огнеборцы». В этом же сериале со мной играл Алексей Кравченко, который через два года сыграл в фильме «Мужской сезон. Бархатная революция». В этом же фильме с ним сыграл Игорь Жижикин, который немного позже сыграл в фильме «Индиана Джонс» и «Королевство хрустального черепа», снятый Стивеном Спилбергом. Также он снял фильм «Поймай меня, если сможешь», в котором снимался Леонардо Ди Каприо, который, в свою очередь, родился в 1974 году. В этом же году родился актер Аскар Кучера, который снимался в девятом сезоне сериала «Солдат». А в одиннадцатом сезоне этого сериала снимался Алексей Панин. Извините меня, что я хоть как-то связан с этим человеком. Не надо стесняться. Злой дружка лучше. Многие упрекают меня за излишнюю трудность формулировок и сложно составленные предложения, которые тяжелы для восприятия преобладающей молодой аудитории Ютуба. Что ж, возможно, в этом есть правда. Поэтому, чтобы мой комментарий к следующей новости поняли как взрослое поколение, так и молодые люди, я пригласил гостя, который мне в этом поможет. Здравствуйте, Иван. Хаю-хай, с вами Ван Гай. Что ж, я вас не ошибся. Хаю-хай. В Москве установили автомат по продаже лайков и подписчиков в Инстаграме. От этой новости волосы на моих руках встали дыбом. Читая в школьные годы Гоголя, я не думал, что в интернете тоже могут появиться мертвые души. Фейки. Задумавшись над такой параллелью времен, я углубился в эту новость. Во времена Гоголя богатство помещиков исчислялось количеством крестьян. Подписчиков? А самые зажиточные из них постоянно были на слуху и считались важными гостями на любых светских балах. В трендах Ютуб. Поэтому все стремились к их жизни и старались заполучить эту славу, достаток и внимание самых красивых дам. Тут ничего не изменилось. Получается, что все сходится, и создателям этого аппарата лайков и подписчиков нужно просто дождаться, когда его найдет и воспользуется им современный Чичиков. Афоня. Но я все-таки надеюсь, что история повторится и создатель просто уничтожит следующие версии своего аппарата. Я тоже. Скатился. Вань, вы видели биржу мемов? Нет. И я нет. Но, судя по комментариям, ее смотрит 14 человек. Именно для них следующая рубрика. Давайте посмотрим. Пустая трата времени. Не надо. Хай, с вами Лев Шагинян и биржа мемов. Начнем с радостных новостей. Вконтакте совместно с Министерством культуры выпустили новые стикеры, приуроченные ко дню рождения Пушкина. Наконец-то дети могут оскорблять друг друга на литературном языке. Теперь к актуальным на прошлой неделе мемчанским. Мем, чьё имя нельзя называть, «Выполз из норы». Это чудовище захватило ленту. На днищеграмме линия паники разделяет состояние спячки и пробуждения этого трэш-мема. На графике видно, как он резко начал уничтожать ранимую психику юзеров и, достигнув пика, рухнул стремительно вниз. Все закономерно, ведь после каждого появления этого монстра всегда получается какая-то хреновина. К другим новостям. Орео выше Горео слышалось из разных уголков страны. В пабликах ФТП, Борщ, Овсянка Сэр и Фоч мем «Так, Блэд» стал самым заметным. Я не случайно обошел его стороной в прошлом выпуске, поскольку знал, что птичка Киви заполонит рынок и акции ее моментально обесценятся. Собственно, так и произошло. Поэтому сейчас настоятельно советую вернуть свой Луиза обратно в цифровые банки. В очередной раз убеждаюсь, не все то золото, с чего рафлят. Идем дальше. Одним из новых героев сети стал Зема Великолепный. Видео с ним набрало 3,5 миллиона просмотров и завоевало сердца тяночек. Зема с нами на прямой связи. Общаться мы будем при помощи телепатии, посылая друг другу мысленные сигналы. Продолжение следует... С нами был админ Павлика Фоч, Зема Великолепный. А я, Лев Шагинян, с вами прощаюсь. И помните, не говори, лол, пока не перетекнешь. Я от вас получил все, что хотел, но было бы странно, если бы для приличия я не задал бы вам несколько вопросов. Задавайте. У нас с вами очень много общего. Мы оба блогеры и в то же время оба актеры. Скажите, у вас планируются еще попытки попадания в обзоры Бэткомедиана? Я подумываю с этим завязать. Слишком много хайпа. Вредно для здоровья. Мне, как человеку, знающему о существовании инопланетян, известно, что людей могут похищать. Кто похитил вас из Ютьюба на несколько месяцев? Если следите внимательно за моим творчеством, я занимался расследованием на подобии своего любимого героя из Невероятно на факт. У нас в селе была Чупакабра. И она меня похитила, вот именно Чупакабра. Юрий будет дуть. Дуть будет Юрий. Меня как только не называют. И дружок, и дружко. А вот у вас уже устоявшийся псевдоним. Иван Гай. Придумайте мне творческий псевдоним здесь и сейчас. Творческий псевдоним, чтобы придумать, надо всего лишь придерживаться простой схемы. Надо взять свою фамилию и вначале добавить ютубер. Типа? Ютубер Дружко. Дружкатьюб. Дрюб. Можно короче. Дрюб. Но можно, чтобы рифмовалось. Тогда будет больше подписчиков. Ну-ка. Хлюб, хлюб, с вами Дрюб. Итак, мы популярные блогеры, часто страдаем от хейта. И глядя на вас, я только что придумал подводку для рубрики, которую снял заранее. Чтобы вы поняли, что быть на ютубе лавером очень круто, я на собственном примере покажу, как легко любить российских видеоблогеров. И начну с канала, который, как мне кажется, полюбить невозможно. Канал Дмитрия Ларина. Видео на его канале так круты, что некоторым я поставил лайк дважды. Дмитрий большой молодец. Ведь он мотивирует всех начинающих видеоблогеров. Благодаря ему все знают, что даже не имея таланта, ты можешь иметь миллионы подписчиков. Некоторые ролики на канале Дмитрия так великолепны, что я посмотрел их не целиком, а только первую минуту. И оставил на потом, чтобы растянуть удовольствие. Дмитрий так бережно относится к своему каналу, что ходит позориться на другие. Я обожаю канал Дмитрия Ларина. Ларин зайчушка. Чушка. Чтобы сделать необычную и эмоциональную картинку себе на превью, мне нужны 4 ярких факта из вашей жизни, которые смогут вызвать у меня различную реакцию. И эти эмоции я помещу себе на превью. Пожалуйста. Однажды я ударил собаку, чтобы защитить своих близких. Злость. Когда-то я получил 600 тысяч дизлайков. Смех. Я увидел НЛО в лагере на третьей смене. Оно не покидало небосвод около часа. Удивление. Я не смотрел дружко-шоу 4.2. Разочарование. Спасибо, Иван, за такой спектр моих эмоций. Превью готово. Обращайтесь. Камера. А, вот четвертая. Креативный подход. Сильные люди говорят о своих проблемах. А слабые придумывают белые бургеры. И после этого смеют обвинять других в употреблении запрещенных средств. А потом извиняются. Потому что слабые. Дорогой Иван Гай, у меня проблемы с просмотрами. В прошлом я набирал по 13-14 миллионов просмотров, а сейчас только 4-5 миллионов. Кому, как не к вам, обратиться мне с вопросом, что сделать, чтобы вернуть просмотры. Важно понимать. Трудное не есть невозможное. Каждый человек познается в трудностях. Без труда не вытащите рыбку из пруда. Терпение и труд все перетрут. Трудно найти, легко потерять. Попытка не пытка. Слово не воробей, Ивангай не Ивангей. И самое главное, лук от семи недолго. Отличные слова. Теперь добавьте мой канал в друзья и поставьте лайки всем моим видео. С вами было Дружко Шоу. Пока. Как оказалось, ты не так глуп. Чтобы остановить падение просмотров, ты позвал к себе самого популярного блогера. Но что ты будешь делать, когда Ивангай закончится? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok